С нами на связи Витя Сверконес, это политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Здравствуйте, рады вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень много разговоров, кстати, идет о поддержке Украины, продолжительной, я имею в виду, поддержки Украины, и уже на следующие года. Но, опять же, давайте начнем с, так сказать, негативного кейса. Тот миллион артиллерийских снарядов, которые обещали передать Украине до конца этого года, передали и передается с задержками, об этом и на международных институциях, лидеры стран в том числе говорят. А способен ли Европейский Союз, да и в целом партнеры Украины, сейчас помогать в таком количестве, чтобы противостоять российской агрессии, потому что видим, что Российская Федерация в лице диктатора Путина находят себе союзников по типу КНДР, Ирана и также пополняют себе боеприпасы. Ну, тут правы, конечно, если ты смотришь соотношение, что на час весов висит где. Кажется, что, с одной стороны, как бы евроатлантическое сообщество не успевает или там не исполняет все свои обещания по ряду причин, потому что производство как бы чуть-чуть задерживается, и мощности не такие, как бы хотелось. И как бы восстановить все мощности, которые когда-то были, ну, надо, понадобится времени. Но очень хорошо, что есть некая политическая воля, и мне кажется, та негистративная сторона, которую вы говорите, что как бы подключаются другие страны, то Иран, то Северная Корея и так далее, это тоже, ну, как бы дает четкий сигнал всему евроатлантическому сообществу и Вашингтону непосредственно, что тут отнюдь не какой-то там региональный конфликт и так далее, а что тут признаки полномасштабной войны, где участвуют, ну, страны авторитарные, и они как бы плечо к плечу работают вместе с Кремлем. Так что я думаю, что в этом плане, ну, по крайней мере, про что говорят балтийские страны, политики балтийских стран, то есть, чтобы и Берлин, и Париж, и Вашингтон, и все другие столицы понимали серьезность вопроса, и мне кажется, ну, как бы очень больших дополнительных каких-то аргументов-то и не надо. Тут единственное, с кем мы, как бы, соперничаем, это вопрос времени, да, что нужно быстрее, нужно больше, потому что, ну, цена вот этих темпов очень, и недостатка темпа очень большая, и это человеческие жизни в Украине первым делом. И мы также видим, как страны Балтии очень заинтересовались дроны, я имею в виду производством дронов Украины, почему именно этот сектор, скажем так, а еще, по Вашему мнению, на какие секторы можно было бы обратить внимание, к примеру, к производству ракет, или это уж либо слишком дорого, или пока что политическая воля не слишком для этого есть? Я думаю, что тут не только вопрос, как бы, политической воли, то есть, тут же вопрос и опыта, инфраструктуры, которая есть. Ну, вот в Литве, например, как бы, согласовали, что будет у нас завод Рейменталя, да, то есть, что будет изготавливаться тут тоже час потребностей, которые нужны так для Литвы, так для евроатлантического сообщества, и я уверен, что, как бы, и Украина это почувствует. Но если говорим про дроны, это то, что, ну, вот эти наши маленькие страны, как бы, ну, имеют, как бы, технологические какие-то там навыки, где можно эти технологические навыки совмещать с тем, что происходит в Украине, то есть, и, как бы, где Украина, украинские военные передают основные-то базовые какие-то вещи, которые, ну, и новейшие вещи, которые происходят сейчас на поле битвы, где так Литва, так другие, как бы, страны, мы слышали, и Финляндия, могут очень быстро адаптировать, как бы, технологии, и в этом плане тут тоже есть две части, как бы, одна часть, что надо непосредственно помогать Украине, другое, что и самим странам, Балтийским, те, которые, и Финляндия, которая граничит с Россией, тоже надо понимать, что возможно, что может, в крайнем случае, случиться и с нами, если, не дай бог, вещи пойдут не совсем так, как нам бы хотелось в Украине. Ну, первым делом, это, конечно, по максимуму помогать Украине, победить, чтобы такого вопроса даже у Финляндии, Литвы, Эстонии, Латвии даже и не было. Но то, что мы принимаем ваш опыт, берем вот эти все уроки, которые вы проходите на очень-очень большой, и платите большую-большую цену, ну, то есть, есть та часть, где мы помогаем, но другая часть, где мы учимся, к сожалению, но, как бы, все понимают, что враг и оппонент один в этом плане. И тут, помимо всего той прямой помощи, как мы вначале и говорили, очень важно, что вот звучал наш голос, балтийских стран, скандинавских стран, и на основных столицах евроатлантического сообщества, что все понимали, как бы, серьезных вопросов. Витязь, также интересен момент. А что для Путина, по вашему мнению, является красными линиями в агрессии России против Украины? Ведь какая бы бензоколонка, большая страна Россия не была, но ресурсы тоже ограничены. Да, но тут есть одно отличие. Как бы, с авторитарными странами есть такой момент, где это такое, как бы, противостояние, оно довольно сложное. Потому что, ну, мы, это не секрет, что Путин, Кремль, как бы, ворует от своего народа, как бы, массово и так далее. Там никакой отчетности нету и так далее. То есть, если кто-то в Вашингтоне хочет решить, там, увеличить помощь Украине на, там, 1, 2, 10 миллиардов, да, ты должен все равно, как бы, отчитываться перед своими гражданами то на выборах, то, ну, и то по всем другим, как бы, ведомствам, которые, ну, говорят, а почему, как бы, Украина, а почему не наши, например, пенсионеры или наша система здравоохранения и так далее. То есть, у Путина такой дилеммы нету, да. Он решил и решил, да. И если, как бы, надо удвоить сумму, он это может. Конечно, это все мы понимаем, что это неустойчиво, и диктаторы точно не вечные. То есть, мы видим, что сейчас происходит в Алеппо, в Сирии, слышим, да. То есть, вроде бы, там, на десятилетии был один какой-то диктатор, да, который насиловал и свой народ, и, как бы, и не только свой народ тоже. Но и, несмотря на то, что вроде бы выглядело, что все это сопротивление сошло на нет, а вот то, что происходит сейчас, как бы, показывает очень четко, что режимы все не вечные. Как и режим Путина тоже не вечен. И чем дольше, как бы, он будет увеличивать эти ставки, тем будет расти напряжение внутри. То есть, и социоэкономическая составляющая. Мы видим, как падает, там, рубль и все такое. Так что, ну, как бы, другое. Как вы спрашивали про красную линию. Ну, то есть, я думаю, что красная линия, якобы, можно так пошутить, были три дня, да, а сколько, уже практически три года. Так вот, ну, перешел эту красную линию. Цену платит большую. Тоже ты за эти ошибки. И мы уверены, что, я уверен, что, как бы, что день расплаты точно, как бы, придет и для его лично, то есть, и для тех, которые были в окружении, и, как бы, ну, международное право, международные правила, как бы, на стороне Украины. И, в конечном итоге, несмотря, как долго все это продолжится, как бы, правда, на стороне Украины, и в этом плане нету никаких сомнений. И вот, касательно позиции также руководства НАТО относительно использования западного оружия для ударов по территории России остается неизменной. Как и предыдущие главы альянса, действующие генеральный секретарь Марк Рютте призывает союзников снять или ослабить ограничения. Об этом заявил исполняющий обязанности заместитель агентсека НАТО Борис Ирюгге во время парламентской ассамблеи альянса. Он отметил, что Украина обороняется в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, и борьба Украины не ограничена ее собственной территорией. И, как мы видим, все равно позиция Германии пока что неизменна по отношению предоставления Таурусов, очень важных дальнобойных ракет для Украины. И, тем не менее, мы видим также, как британская разведка обращает внимание на демонстрацию Путина, межконтинентальной ракеты по Украине, когда был удар по Днепру Орешника. Мы видим неизменную позицию Германии. И, естественно, этот демонстративный шаг должен был бы напугать и другие страны НАТО. Как отреагировали в том числе и страны Балтии, по вашему мнению? Есть ли какие-то осторожности или, возможно, оглядки? И, возможно, даже если все-таки дроны, это сотрудничество начало идти вперед, так вот, возможно, даже уже задумаются, что, может быть, где-то свернуть? Или такого нет, испуга нет? Я уверен, что вот если мы говорим про Литву, то, конечно, есть большие сочувствия тому, что происходит, но это также выражается и еще более решительными шагами, понимая, что режим Путина не остановится, то есть будет долгать, будет шантажировать, будет стараться парализировать. И, в принципе, с этим надо сражаться. Никакие там сделки и подобные вещи, они не будут устойчивыми, и в этом не надо заблуждаться. Я думаю, что опять, несмотря на всю трагедию, которая происходит, это только усиливает аргументы таких стран, как Литва, ну вот смотрите, что они творят на мирные города. Так что есть вот две стороны этой монеты. Просто я думаю, что очень важен голос и самой Украины, и украинцев по поводу того, что они говорят. Если Украина будет говорить, что надо продолжать, нам нужно больше вооружений, нам нужно быстрее дать отпор вот всему этому, то, конечно, меньше колебаний будет и внутри евроатлантического сообщества. Но вы упомянули Германию. И это тоже надо подчеркнуть, что спектр действий Кремля широкий. Они тут занимаются дезинформацией, провокациями, гибридными какими-то кибератаками и так далее. То есть часть войны происходит и другими средствами на территории евроатлантического сообщества, где основная цель — это как бы сейт хаос, недоверие, паралис всяких институций. И в этом плане мы вплоть до вмешательства в процессах выборов плюс манипулируя настроениями сообщества. И в этом плане мы знаем, через какую политическую транзицию проходит и Германия. И, конечно, имея в виду, что у них много внутренних вызовов, там чуть-чуть замедляются некоторые решения и по поводу Украины. Несмотря на то, что Германия точно не последняя страна, которая помогает Украине. Но в данный момент есть некая пауза, где опять очень важно, что у Украины есть не один союзник. Если где-то там Берлин приостанавливается чуть-чуть, то если выскакивают страны Балтийского моря другие, будь то скандинавские страны, будь то балтийские страны, в этом плане, мне кажется, вот этот альянс друзей очень важен, понимая, что как раз в 2024 году прошло очень много выборов. И вот Литва только что прошла через выборы, и мы сейчас тоже в некой транзиции власти. Но тут в Литве хорошо, что уж тут, несмотря на то, кто во власти, консерваторы, социал-демократы, либералы или другие, все понимают и все поддерживают Украину. И в этом плане, я думаю, что не будет никакой паузы, и будет все довольно, как звучал громко голос Литвы по поводу поддержки Украины, так и будет звучать. Но украинцам надо это понимать, что Россия очень вмешивается в внутренний процесс, и ее основная цель – это предотвратить эту солидарность с Украиной. Спасибо большое, Витя, что нашли время присоединиться к эфиру. Витя Сверконец, политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, с нами был на прямой связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.